Рынок вакцины от гепатита А в России и ближнем зарубежье за последний год вырос на десятки процентов. Новосибирский производитель почти удвоил выпуск ДОС-вакцин, но на этом фармацевты не остановятся и уже готовы кратно увеличить объемы производства. На этой упаковке находятся три слоя стерильных мешков. А внутри, как сейчас модно говорить, драйверы развития. Это заготовки разовых шприц ДОС. Распечатал, поставил укол. Альтернатива ампулам востребована. Именно в шприц ДОСы будут разливать вакцину от гепатита А на новой линии, которую готовит к пуску компания Вектор Биальгам. Шприц ДОС используется, как мы говорим, в полевых условиях. То есть, когда происходят какие-то непредвиденные ситуации, когда затопление происходит, землетрясение или еще что-то. И где возможны вспышки заболеваемости. Эта линия по розливу вакцины шприц ДОСы без преувеличения уникальная. Она сделана исключительно по заказу, параметрам и требованиям новосибирских фармацевтов. Оборудование поставляют Швейцария, Германия, Италия и Израиль. От вскрытия мешков с заготовками шприцев до упаковки продукции – минимальное участие человека. Высокая производительность линии – почти 10 тысяч доз в час. Каждую секунду выходит по 2-3 вот такие упаковки. Но и это еще не все. Оборудование спроектировано с запасом. Например, лет 10 можно не думать о модернизации техники. Можно сказать, что это заявка на статус Центра вакцин России. Такой проект рассматривали еще в Советском Союзе, но не воплотили. Эстафету есть кому подхватить. Основа для уверенности заложена микробиологами компании «Вектор Биальгам». Так как их вакцина от гепатита А на сегодня одна из самых чистых в мире, и она востребована на рынке. Поэтому нужно более производительное оборудование. А саму вакцину готовят в стерильном помещении с пониженным, как в барокамере, атмосферным давлением, чтобы вирус не вышел наружу. Я выращиваю культуру клеток в бутылках роллерных. Затем вносят вирус, он там растет. По окончанию наработки вируса его собирают, очищают, концентрируют. Затем убивают, инактивируют. Получают вакцину. Новую линию по розливу вакцины запустят через месяц. Но уже следом, через год, «Вектор Биальгам» запустит еще один комплекс современного оборудования. Это будет модернизация уже работающей линии по выпуску продукции в ампулах. Повысят производительность и добавят оборудование для розлива в пенфлаконы. То есть запаянное стекло, как тара, в историю не уходит. В ампулах вакцина дольше хранится. Кроме этого, изменения коснутся производства пробиотиков. Строят цех-модуль. При этом компания уходит от жидких форм пробиотиков, которые были БАДами. Будущее за сухими формами по типу лекарственных препаратов. Константин Клещин, Борис Гладких, Новости ОТС.